Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наверное мы все, все в той или иной мере не просто айсберги и планеты, а если говорить об айсберге, потому что большая часть его где-то там под водой. И наверняка у каждого из нас есть очень большая внутренняя жизнь. Очень большая. И наши мысли, чувства, эмоции все-таки иногда приходится скрывать «все же не отдашь». Во всяком случае нужно стараться, стараться быть более открытым. Но тем не менее внутренняя жизнь, она и есть внутренняя жизнь. Ее надо беречь. И она помогает нам дальше развиваться. Девушки отдыхают Возможности посмотреть на человека в разных ситуациях. И очень часто актера путают с теми ролями, которые он создавал. Очень часто. У меня был такой случай. Это было очень давно, когда только вышла картина Валера Тодоровского «Подмосковные вечера». И мы куда-то уезжали на гастроли, а я там играл очень нехорошего паренька. И там, где билеты регистрируют, одна женщина посмотрела на меня. А только что он прошел по телевизору, она сказала «Какой же вы, видимо, нехороший человек!» «Я был так расстроен, потому что это был не я. Но иногда на нас, вот видите, то, что мы делаем, оно так накладывается, и люди смотрят на нас вот таким. Ну, это нормально, это издержки профессии». Тогда нужно менять профессию. Вы можете что-нибудь еще делать? Нет. Плохо. Вы же со вселенной поверили, что ли? Я пошутил. Я ничего не понимаю в машинках. Совершенно. Недавно закончились съемки в картине «Распутин», где играл Николая Александровича. И даже не к разговору о фильме. Я понимаю, что это будет некая романтическая драма. Ну, во всяком случае, соприкосновение с материалом и с жизнью этого человека, я прочитал дневники и прочитал все, что происходило в этом смысле, конечно, была невероятно трагическая часть нашей жизни. Невероятно. На меня это очень, очень сильно подействовало. Ну, так, наша жизнь, наша жизнь в этом смысле, она разная, она разная, и, наверное, наша работа как-то откладывается, 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 и дальше вот мы приобретаем тот или иной вид. Все равно пытаешься все пропустить через себя, потому что другого способа у нас нет постижения работы. И это иногда очень болезненно. Это болезненно. Ну, ничего, будем справляться. То место, где я жил, оно было очень населено разными людьми, и вот в какой-то момент моей жизни у меня появилась фикса блестящая из рандоли. Рандоль – это такой масляный датчик, она была не золотая. Золото я в то время не видел в глаза, только у кого-то там в виде украшения. И вот мне казалось, что это очень, очень модно. И я ходил, и действительно, я когда поступал, я даже об этом и не думал. У меня был сломанный зуб, и сверху мне ребята одели на этот сломанный зуб. Говорят, вот, принесли фиксу и одели. Поэтому это было, это не часть эпатажа, это была часть нашей жизни. Собирать звонく Вечером Елочное пирог Прощай. McDonald's Вечером Вы знаете, как жизнь-то она все время меняется и... Мы меняемся, и да, раньше я был несколько позаводней, позаводней, наверное. Теперь предоставим эту возможность нашим молодым товарищам, нашим друзьям, которые должны этот пройти путь. Кино – это не толпа. Кино – это все-таки организованная группа людей, которые выполняют определенную задачу. Это не агрессия, это желание, во всяком случае, быть правдоподобным. Правдоподобным. И зачастую просто режиссеры просят, и самим актерам, ну, как бы, это в наших, это наша задача, чтобы все было максимально правдоподобно. Поэтому, ну, а есть актеры массовых сцен, которые, ну, не всегда могут, как бы, себя сдержать. Но это тоже, это часть профессии, поэтому, а толпа, а толпа – это безумие. Поэтому я бы не сравнивал две абсолютно разные вещи. Толпа – это абсолютно бессознательное существование. Когда мы говорим «толпа», опять же, подразумеваем агрессию. А что ты так кричишь на меня, Гоголь? Раньше времени в отставку захотел пойти, да? Так ты только вякни. Только вякни, ему и твою. Зазно бы танцевать заставим, правильно я говорю? Правильно я говорю? Не стрелять. Не стрелять, я сказал. Оружие, да, оно, во всяком случае, оно дает некий эмоциональный фон, фон человеку. Дает. Жилотважный капитан, он объездил много стран. Это определенное состояние человека, потому что это невероятная ответственность. Во-первых, зачем ты это делаешь, да? Зачем человек, если это люди, которые служат в вооруженных силах, да? Это определенное для них оружие, это часть их жизни. Если это полиция и так далее, и так далее. А если это человек... Ну, мы, знаете, мы же всегда видим, допустим, охрану, как она себя ведет. Если вы приглядитесь внимательнее, тут все замыкается на внимательность. Вы можете почувствовать человека, который несет на себе какое-то страшное оружие или нет. Видал? 75 Ровно. А ты, говорю, 50 не сделает. Рекорд. Про короля Леры я никогда не думал, да. Ну, во всяком случае, вы знаете, это как бы вершина. Это вершина, наверное, и актерского существования, наверное, это очень интересно. Это очень интересно. Но если найдется режиссер, и я буду нужен, может быть, я это попробую. Но это, конечно, вершина нашей драматургии всемирной. Мне кажется, это невероятное произведение Хемингуэя, которое на меня, во всяком случае, еще в ранней моей юности как-то очень сильно повлияло. Видите, я, видимо, потому что еще я занимался биологией, и вот это существование человека в природе, и борьба его, и цель, и сила человеческая. И иногда, знаете, как ты достиг этой цели, когда ты возвращаешься назад домой, как у Мхемингуэя, эта цель становится неочевидной, потому что эту рыбу сожрали. Тем не менее, тем не менее, человек должен пытаться реализовать себя, реализовать свои задачи, цели, мысли, мечты. И это для меня очень важная составляющая жизни. Это сказал Умбертико. Части — это чувство удовлетворенности, которое длится хотя бы 15 минут. Ну, вы знаете, если говорить о чувстве удовлетворенности, если ты что-то сделал, что-то сделал, ну, не обязательно оно будет какого-то такого масштаба глобального, но любая удача или любое понимание тебя, оно, конечно, воодушевляет. И я стараюсь смотреть это как на подарок судьбы и как на счастье. Ну, мне очень трудно оценить себя самого, потому что я еще в пути. Во всяком случае, я стараюсь быть порядочным человеком. И стараюсь откликаться на боль и радость других людей. Это для меня, наверное, очень важно. Здравствуй, Давид. Здравствуй, мальчик. Довольно. Откуда ты? Ты не знаешь, куда я мог деть на сало-плату? Я не свой. Спасибо. Извините меня. Это от радости. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»